Кремлевская медицина 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 Которая уже иммунная система поддержана Истрепана На тех людей ликвидировать Так, чтобы не мешались Вторых вопрос Она направлена на того, у кого есть патология Уже пред этим Попытались тебя уничтожить Но твой организм выдержал Будь это Я имею Половые органы передаются ВИЧ Туберкулез Ну, раньше туберкулез Затем, значит, коронарные болезни Вот эти все болезни Которые патологические Сердце и все такое И в первую очередь Этот вирус Он выбраковывает, ну, тихим образом Но мы говорили, когда с Андреем Он же имеет Уже начинаются симптомы Есть динамичные У которых динамика просто как ураган Понятно? Который тебя съест буквально за сутки Да Понимаешь? Да И такие случаи уже Десятки не зафиксированы Да, да Поэтому Да, это как оружие используется Вот И тут в зависимости уже Я тебе говорю о том, что Человек сможет избежать По тем или иным Каким он иммунной системы Если она сильная Сильная, понял? То она удерживается Поэтому Вариант Вот я говорю Самый вариант Выжить Человеческий Просто в силу Действительно Перереселения А что вы сами делаете Чтобы избежать вот этой опасности? Ну вы лично Вот Ни этих масок не применял Ничего Просто жил и жил Маски, может быть Какие-то препараты? Нет, нет, никогда Здорово Никогда Здорово Хотя я Какие бы там Минералы Не, нет Я переболел И у меня Раковые заболевания Операцию делал Все То есть ваша иммунная система Маска не ходила Ничего Нормально Живого Нормальный образ Меня не трогает Нет, но у вас Наверное секрет Нет, нет Никакого секрета Поэтому я хочу сказать Что будущее человечества Сейчас Какое Если после этой публикации Конечно Пойдет большой спрос Может быть Наши НИИ Возьмутся за это дело Ну они же работают У нас только В Подмосковье Одиннадцать биологических Исчетов Я знаю Я во всех был Я же строил их Я делал Которые все молчат И повинны Ну Сейчас Наша деградация Самих ученых Уже не то Я тебе скажу У нас в Думе Русо было Это Ученые Советского Союза Мы Сколько Думы существует Была И они плакали о том Что их вытесняют С НИИ И с учебных заведений И всякие шоблы Приходят ребятишки С подельными С дипломами Да дело не в этом Даже не нации А дело в том Что с подельными дипломами С дипломами Кандидатских В докторскую Новоявленные Ученые так называемые И вытесняли Поэтому я Ничего о том Хорошего Не вижу В этой науке Скажите, а где-то Сохранилась Вот эта школа Засекреченные какие-то Ну проекты Это есть Их тоже изымали Ты знаешь Сколько людей у нас Людей ухайдохали Крупных директора Вы что убивали? Конечно Убивали Прямо нет вопроса И порвали Всю документацию Вот Вот я знаю Вот который у нас Совбез Скоков Скоков Да, Скоков был Да? Совбез В переходный период Был Председатель комитета Да Скоков Да Он не возглавлял На проспекте мира И разгромили там все И все его вытащили Он разрабатывал Какие-то аккумуляторы Мелкие для ракет Вот Мощные Вот А мощь Что-то Борьба такая была Захватывая Скажите, а как защититься Вот таким мощным ученым Как им Сами себя спасать И спасать Не надо смуту делать в стране Не надо смуту делать Не надо теперь строить То есть они не защищены Никак, конечно Все было Даже вот эти ракетчики Ядерщики Никак не защищены Никак не защищены Потому что У нас же в Сирябе Силовая структура Вот запомню Вот как С Салина пошло Вот И я именю Салина С самого пошло Как он ушел из жизни Пошла сразу Я помню Всех силовиков убирали Снимали с них погоны Заменяли на какими-то Своими Свеженькими Да, когда Семидесятный пришел Семидесятный пришел Нет, не потому что Не потому что Борьба новых кланов Новых людей Новые люди Вот я знаю У меня друг Топтегин Павел Васильевич А Юрий Васильевич Был помощником У Косыгина У Тихонова У Рыжкова Николая Ивановна Это мои друзья Я приходил в Кремль Прямо на мавзолее Павел Васильевич Был зам Шелепина Это В 20-м году Он отвечал В 57-м году За вот эту Фестиваль Он был секретарем Первым секретарем Московского горкома Капсомола Нет Павел был Вот Топтыгин И он сам из Серославля И Шелепин стал Когда КГБ Председатель Александров Он у него первый зам 28 лет Уже к генералу КГБ Но затем Когда Пошли Пришли Брежнев Уже всех ребят Вот этих ребят В ЦК Я знаю Козлов Там других Истребляли Истребляли Даже убивали Убивали Ну как Истребляли Да Строили всякие Вот Павел Всегда Машина приходила Сюда Забирала Его На чайке И везла И он Заходил В Нарву Это На Сущевке Я вместе Заходил Мы заходили Туда В ресторан И прямо В буфет Не так Чтобы кто Не подошел Чтобы сегодня Не пихнули Вот А это И бокал Шапанское Бокал Чтобы видеть Откуда наливает Да Да Чтобы принял Да Чтобы не видно Было Что кто-то наливал И выпивал И домой ехал Вот И вот Эту молодежь Русскую Так сказать Ликвидировали Да И вот этих Самых Крупных людей Которые Патриоты Были сильные Вот И мы даже Вот прогуливались Когда Вот по Тверскому Приходили И мы встречались И мы шли По тылу У нас Какая-то Вдоль Вот этой стороны Тверской И этого Арки существовали И сейчас Они есть Только везде Заборы Поставили Ворота И проходил До Пушки Проход по дворам Понял Я знаю Там живут Да По дворам Да По дворам И с той стороны Так же было Это Макдональдс построили Всякую гадость Поставили Вот И проходили Вот И гуляли Чтоб никто не видел Я же на улице Станкевича Ну я знаю А я там ходил Отоваривался Это самое Там Массоветовская Была Позитор Бабушка Вы меня понимаете Вы же москвич Получается Да Ну и вот Так я к чему говорю И вот Деньги у нас Мощные были А когда Вот эта Клановская Борьба Вот эта Хрущев пришел Потом Брежнев пришел Потом Брежнева Там кланов Стал И все это Ущербно На силу Ну и потом Пришли уже Вот такие Новобранцы Всякие Вот поэтому Нет Надо всегда Система Правильная Вот ты сказал Вопрос хороший Задал Для того Не безопасность А должен быть Мощный И не Верховный Совет А как бы Законодательное Собрание Всегда обновляясь И обновляли Власть Понимаешь А то у нас Получалось так Вверху все время Менялись кадры А в среднем Звене В среднем Низ Вообще Никогда Не обновлялся А менялся Вот эта Этническая Группировка Татара Большевизма А это Произвол Все творилось Сейчас То же самое Происходит Перелиз Ну я бы не сказал Я вверху Давно не езжу По регионам В принципе Я тебе скажу Когда менялась Вот эта Приватизация То крупные Предприятия Там отцы Работали Бабушки Работали Ребята Молодые Ну Кольцевые институты Специалисты Молодые Они не хотели Отдавать кому-то Заводы Вот как в Красноярске Быков Да Вот было Было Вот И когда Такие группировки Создались По защите Своих предприятий Поним И силовики Приходили Не буду фамилии Хотя я знаю фамилии Уже говорил По крови К крови Приходили Бесуда и следствия И уничтожали Поним Вот сохранился Один член Красноярский Быков Ну его сейчас тоже Опять арестовали Да Быков Да Он же получается Не хотел отдавать В чужие руки Да Да Ну Группировка была И во всех регионах Такие были группировки Ребят И все сейчас Везде Да везде Везде По всем местам И везде сейчас И на кладбище Когда я отъездил В 90-х годах С Верховным Советом С Авдалатиповым Бабуриным Нас мэры То есть мэры Губернаторы Везли на кладбище И показывали молодых Вот где На кладбище Ребятишки 30-летние Все там легли Поним По защите своей Ну их приходили Вот как И без следствия Слезли на местах Где они А как думать Сейчас тоже Может такое начать Не знаю Маятник В другую сторону Метнет Не знаю Будет ли это Не будет Потому что 85% Крупных промышленных Проприятий Акционеры Ваяются за иностранцев Понимаешь Вот как вот это А вот сегодня 1 июля Как вы считаете Будут какие-то Решительные изменения Ожидания есть Ожидания есть А в какую сторону Никто не знает Ожидания есть Так мы отвлеклись С тобой Ну вот И мы Вопрос решали О том Что Вот эта смена Властей Смена властей Она нам не дает Я говорю Вопрос Смуты Если бы у нас В стране Не было смуты И кто-то Нас не сталкнул С путей Мы бы Расцветали бы нормально А пример страны Без смуты Вы можете назвать Нет такой Тоже везде В Европе В США тоже Такой смуты И вот эти Привела деградация И я имею А у нас А у нас как Переселась сюда В адвокатуру С прокурора В адвокатуру С прокуратурой И вот это Гуляют они так И ни за что Не отвечают Понимаешь Это самая страшная Беда Вот Нашей системой Всей поросли Синомиси Это уже Синомиси Что рука Рука моют И все такое Ну а в органах Это спокойно Там постоянно Смена кадров Одни поедают Других Понимаешь Я тебе больше скажу Я уже писал Это У меня украли Мы были в Америке Семья У меня на Белорусской Украли Форш Каен Мы были в Америке А машину украли Здесь Мы приезжаем Ее ловят На Харьков Белгород Границы Тамошка Там Абхазец Или Чесенец И Хахов Угоняли Ну и все Мы ждем Милиции Пресенской ОВД ОВД Пишу бумаги Запросы Депутатские Прокуратуры Туда-сюда Отписки Отписки Меня это Собственно Федеральная Слова Безопасности ОВД Все Допрашивает Ходит Толку нет Понимаешь Никуда Не можем Мало того Они не возбуждают Дело Как угон Понял Мы платим Дорогая машина Платим Большие налоги На нее И машину Она стоит Там Нет Мы не знаем Дело Ее поймали И она стоит На штраф Не знаю Где она стоит В руках Где Ну и ты Слушай дальше Вот Писал Писал Потом Меня Крабаренко Вызывает Это следственный комитет На Фрунзе Тимура Фрунзе У парка культуры Я прихожу К нему Главный следователь Москвы Следственный комитет Вот Владислав Иванович Посидите В кабинете У меня Мы сейчас Ваша машина Находится У Лобанова Начальника Уголовного розыска Мура Петровки 38 Мы едем Мураса Посидите В кабинете Поним Я говорю Ну чей буду сидеть Утро приеду Уехал Утро приезжаю Он говорит Ой Не ваша машина Другая Номера перебились Нет Не важно У нас у другого украл Тут не в этом Послушай дальше И Ко мне обращается Баскаев Вот командующий Мультивными войсками После Куликова Анатолий Генерал-полковник Помоги Брату его родному Где-то Подмосковье Какой-то Торговый дом Поним Я говорю Слушай У меня другая беда Я говорю Какая Я говорю Украл машину Я говорю Бесполезно Не могу найти Поним Я говорю Пишу У меня Вытаскают Таскают Те Они другу Письма пишут Сердечно Даже Колокольцеву Коржаков Сашка писал Кто-то писал Мы разбираемся То ли Не знаем То ли Угон То ли потеря Такими Письмами Ты слушай дальше Прокуратуру Чайки Вот Баскаев говорит Ой Владислав У меня Говорит Еще такая же беда Какая Купил машину Первый раз в жизни У себя Audi Стиль Оставил синие Номера Впереди И сзади Поним? И тут На Тверской Ставит Я машину И впереди Милицейскую машину Ну и сзади Утащили Понял Утащили У генерал-полковника Первого замминистра обороны Это МВД Первого замминистра обороны Вот есть МВД Да Вот идет Пронин Володя Начальник милиции был Да Пронин был Защил Да Володя У меня беда Что такое Да вот Купил первый раз машину Себе Служебки были Вот И в это уперли Да что ты беспокоишься Аркадий Я бы тебя сейчас поставлю На ноги Найдем Иди отдыхай И все нормально Прошло месяц А знаешь же Они в милиции Знаешь что Если в сутки Первые не нашел То ушла Ну приходит к нему Что ты мне Мозги крутишь Что ты меня обманываешь Аркадий У меня нет Москвы Нету У федерала Иди к Нургалиеву А Нургалиев Тогда был Министр Понял Он приходит Нургалиев Баскаев В чем дело У Нургалиев Он спросил Да беда у меня Какая Говорит машину украли А что ты ко мне приперся Говорит купил машину Эти машину Вытащили Говорит в Москве Уже нет Надо Вот у федерала Ну сейчас Мы поищем Все найдем Сейчас Я поставлю В известность Найдем Иди И первый месяц Проходит второй Окружение Ну он ждет звонка А если звонка нет Все Министру звонить Понятно Все звонить Если нет машины Путин что ли Вот Подожди Нургалиев ему должен звонить Если бы нашел машину Понял А он не звонит Окружение говорит Это все МВД Верхушка Ну да Говорит Слушай ты не там ищешь У кого У Пахана Какого Пахана У Грызлова А Грызлов был До Нургалиева Министром МВД Да Министром внутренних дел Он говорит А в чем С Питером в Думе Это Баскай говорит Какое он дело Имел Только он может помочь Это ему окружение Говорит Понял Он приходит К Борису Вячеславовичу 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 У меня такой А что ты ко мне-то приперся Он говорит Ну как Вот только Ты можешь помочь Пронин не мог Мургалиев не может Только ты можешь Понял А кто тебе сказал Не скажу Понял Ну иди По сторонам И что ты думаешь Вот когда Медведев был Президентом Едет машина с Новосибирска В Кемеров Начальник милиции УВД Кемеровской области У Тулеева Понял И его на середине пути Хватают Останавливают машину Вытаскивают Генерала этого Понял Как вам попала Эта машина Мне подарили На день рождения Сослуживцы Ты понял Ну вот первый Тогда подписал Медведев За недоверие Вот это А потом уже Путин Каждый чуть не год Полгода По 17 генералов Убирает С этих должностей Все завязаны Вот такая у нас Система правая Это вирус Это жрафтин Это уже не как ее Это говорит о том Что даже Очень высокие люди Не могут Сами себя защитить Да А они вообще Ну я тебе скажу И другое Когда амнистия была 55-го года 55-го Так? Слушай Тогда же тоже Столкнулись И с НКВД И с КГБ Снимали погоны И никто И все ты думаешь Как решали вопросы Милиции Я знаю Не тот ли Баранов Надо навести справку Запиши Баранов Сейчас начальник милиции Москвы Баранов А я знаю Новосибирский Бандит Баранов был Это он уже и есть? Толкся мне Подожди Ты что торопишься? Баранов Бандит был крупный И этого бандиту Дали 25 лет Потом из тюрьмы Ему предложили Возглавить милицию И они ликвидировали банду Он знал кто бандит Где что И ходили вот такими Штырями По домам Частные дома Тогда был Сектор Сейчас большие И Богородик Шроны искали Да И прям вот такими Сулдаками Вытаскивали И там вот эти Сулдаками Тащили И так ликвидировали Вот этот Послевоенный Бандитизм Кто на войне Наживался Вот так это Вот этот Баранов Вот может быть Где-то Ну скажите Да Значит Нашей власти Надо тоже Какие-то Чрезвычайные меры Принимать Конечно Только таким путями Бандиты Как говорят Клин-клин Клин-клин Вышибать Ну да Это же И видок Тоже был Руководителем полиции У Наполеона Помните Да Он тоже был Бандит Бандитов Он его поставил В голове своей полиции В Париже Был идеальный порядок Да И все И ему сказать Или попадешь Опять назад Свои 25 лет Или ликвидируй Чтобы было все нормально И все И отчищалось Чтобы жизнь Своя дороже была Вот такие методы Конечно Может быть Сейчас и другие методы Сейчас же И видики Если техника мощная Оргтехника Все это можно подменить А вот А у нас клановость идет Какая я имею ввиду Начальник себе Своих земляков тащит Я знаю всех Всю структуру нашу Будет министр Это все В свою деревню тащит Понял От верха до низа Вот так идет Другой Так же Набиулина тащит Я знаю всех Так же это Ну всех я знаю Всех они Значит Какая должна Перетрубация А те выпускали продукцию И пошло сразу Понял А у нас Через посредник У нас через посредник И каждый посредник Себе сюда Ну сейчас предприятия У нас все почти Не в российской юрисдикции Они все Ну вот сейчас Ну вот сейчас Они должны Национализацией Заниматься Листом Закроют Но я думаю Что западники Уже это давно Знают Во-первых Я тебе скажу Что олигархи Уже отказали Отказываются От своих Собственностей Понял Переоформляют У нас здесь Переоформляют Наши олигархи Вот Второе Значит И западники Сейчас Трамп объявил Объявил уже Вроде Как при Этим Регене Объявили Империя зла А он Империю терроризма Объявил И крупные санкции Вплоть до закрытия границ С нами Значит Мы закрываемся А коль закрываются То Естественно Национализация Национализация Мобилизация Ну я тебе говорю Будет национализация Понимаешь Вот Понимаешь Я к чему это говорю Ну это То есть новый Мировой порядок Ну какой мировой У нас Тем более Нефть сейчас Упала цена Все упала Газ упал Цена В убыток себе Работы смысла нет Поним Вот Поэтому Волей-неволей Экономика должна Перестроиться